И эта культура сегодня доступна нам только в качестве музейной культуры. Я, конечно, могу ошибаться, я не пророк, но у меня такое впечатление, что культура идешь, язык идешь, литература идешь, фольклор идешь, музыка клеймерская. Сегодня возможны только в виде музейной культуры, для того, чтобы не дать нам забыть о том, каково было прошлое наших родителей, наших дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек. Этот мир ушел, и он, как всегда, как любой ушедший мир, он романтизирует с нами, заставляет к нему обращаться. И элементы этого, на первый взгляд, возрождения, на самом деле, это нельзя считать возрождением, потому что об этом можно жалеть или нет. Но идешь, на мой взгляд, уже никогда не будет разговорным языком в еврейской среде, массово глобального смирения. Но забыть о нем нельзя, и даже история Израиля, которая выбрала совершенно другую часть еврейской культуры мировой, именно иврит, ивритскую литературу, она в то же время уделяет большое значение культуре идиш. Есть институт идиш, есть в Тель-Авиве в Северном, в двухстах школах Израиля изучается язык идиш. Сегодня, когда гремели все баталии в Кнессете по поводу того, каким должен быть язык государственного Израиля, иврит, сегодня нам кажется это уже смешным, но когда-то, в конце 40-го, начале 50-х годов, просто буквально Кнессете пили друг другу морду за это, каким будет язык. Победил иврит, поскольку масса выходцев из Северной Африки, из Азии, из Ирака, из других стран они были носителями, кроме местных языков, конечно же, языка иврит. Меньшая часть эмиграции в конце 40-го годов, которая была из Европы, была очень политически активна, они фактически создали политическую систему Израиля, и они, конечно, предлагали идиш, поскольку это был их разговорный язык. Израиль выбрал иврит. И сегодня, когда гремели те баталии языковые, мы видим, что идиш свое место занял, свою нишу. И эта ниша, она вполне понятна, поскольку еврейский народ очень бережно относится к разным элементам своей истории, культуры, традиции, и надо отдать должное именно этой странице культуре иедиша. Я говорю, это навеяло на меня, эта презентация, навеяло на меня вот эти мысли, которые довольно часто обсуждаются у нас в еврейской среде, на территории бывшего Советского Союза. У нас нет таких горячих баталий, которые были в Нессете в начале 50-х годов. Но, тем не менее, мы постоянно обращаемся к мыслям о будущем наших еврейских общин. Я имею некоторое, думаю, непосредственное отношение к восстановлению еврейской жизни на территории бывшего Советского Союза, поскольку он в 88-м году был инициатором создания первой еврейской организации в Украине, в Черновцах. И это была вторая в Советском Союзе после Общества еврейской культуры в Талинии. И с тех пор вот неизменно большая часть моей жизни, деятельности общественной посвящается именно этому. Это уже 25 лет. И не важно, какие посты я занимаю в разных еврейских организациях, важно то, что, можно сказать, что это одна из основных составляющих последних четверти века моей жизни. И я немножко это знаю, могу считать себя даже экспертом в некоторых областях. Не в культуре идешь. Но место этой культуры для меня очень важно. В свое время моя организация, вот ВАД Украины, это Ассоциация еврейской организации общин Украины, одна из самых крупных в Украине, инициировала различные образовательные программы на уровне подготовки учителей, на уровне бакалавров, на уровне даже магистров последние два года. И вот этот сантимент, то, что я из города Черновсы, то, что я приближал к руку Сини Штивельман, заставляет меня обращаться к культуре идешь, который очень редко кто даже из моего поколения сегодня обращается. И во всех этих учебных программах мы уделяем внимание к культуре идешь. Мы изучаем этот язык, хотя я могу сразу сказать, что среди студентов, которые сегодня учат идешь, евреев практически нет. Находятся такие странные молодые люди, украинцы, которым это почему-то становится интересно. И они уже не только учат идешь, они уже преподают идешь в различных местах. И я могу сказать, что даже основная преподавательница нашей идешь, Тани Патанова, она никакого отношения, никаких еврейских корней не имеет. Это говорит нам о некотором феномене, что такое вообще еврейская жизнь, еврейская культура. Это некоторая ниша, которая обязательно заполняется, если вдруг носители этой культуры уезжают в силу различных исторических, экономических, социальных причин в Израиле или в другие страны. Эта ниша не может быть пустой. Свято место пусто не бывает. Этот феномен хорошо известен по Польше, где евреев почти не осталось. После Холокоста, после волны миграции, после изгнания в 68-м году польских евреев руководством страны Владиславом Гамулкой, в Польше сегодня проживает, может быть, 2-3 тысячи евреев. Они, правда говоря, другие цифры, но еврейская демография это вообще некое чудо. Я смогу с вами еще об этом поговорить, если вам будет интересно. Так вот, в Польше практически евреев не осталось. Тем более, что Польша, как и Украина, имеет такую интенсивную историю еврейскую, и не только позитивную, но и антисемитскую историю. И вот в Польше в последние 10 лет, 15 лет, начали проявляться странные такие события, когда группа людей приходит в местный муниципалитет, маленькие города, где евреев практически не осталось, и говорят, вот мы создали религиозную общину, иудейского толка, и вот хотим здание получить, а после 97-го года в Польше возвращаются здания бывших синагог. С большим трудом, со скрипом, с конфликтами, но возвращаются. И поскольку община очень маленькая, в многих городах некому даже получать эти здания. И вот приходит странная группа, не имеющая этнических неких корней, говорит, мы община иудейского толка, мы хотим получить здание. Их можно было бы, конечно, заподложить в корыстных намерениях, но это было бы очень примитивно, думать, что это только корысть. Я думаю, что это более сложная какая-то картина, которая подразумевает, что поляки, которые привыкли, что рядом с ними всегда были евреи, неважно, хорошо они к ним относились или плохо, считали они не частью своего общества, частью своей культуры, или отвергали их, поляки привыкли, что рядом есть группа, которая еврейская. И поскольку их уже фактически нет, кто-то пытается с собой закрыть эту нишу. Это удивительный метаморфоз еврейской идентичности. Я за свою жизнь, думаю, уже длинную, не расталкивался с этими чудесами, когда люди, не имеющие никакого отношения к еврейству, никаких еврейских корней, вдруг почему-то странным образом начинали считать себя евреями, переходить в иудаизм, пытаться изучать языки, культуру, традиции, религии. Но это отступление, которое навеяло на меня вот эта чудесная презентация.